В наше учебное заведение представляется многоуровневая учебная организация. То есть после 11 класса вы можете поступать на направление бакалавриата. Собюджетных мест, оно безлимится в направлении, да. Но итоги приемной кампании предыдущих, оно все время отличается. Поэтому все равно, конечно, кто заинтересуется, можно взять, чтобы иметь составление о том, хотя бы сколько средних баллов есть для того, чтобы быть зачислено в конкретное наше учебное заведение. Это экономика, менеджменты государства, муниципальное управление, социальная работа, сервис, туризм, юристуденция и дизайн. Мы представляем пограничную службу ФСБ России. Предлагаем поступить в пограничные институты Московский, Анголитинский, Калининградский. Основные институты, которые также институт береговой охраны. Также представляем на службу в контроле пропускные пункты, на контракт, на контрактной основе города Ивангорода и поселка услуги Морской порт. А проявляют ли вообще школьники сегодняшнее поколение интерес к данной профессии? Так как происходит в девятом классе ориентирование профессиональных школьников, выпускников 11 класса, то сейчас тяжело набрать нам в институты. И также у нас требования. Это профессиональный отбор, медицинская и физическая подготовка. Да, мы работаем с школьниками молодших классов, в третьей, в четвертой были, приезжали с собакой выступали в третьей школе. В городе Ивангороде у нас существует на базе второй школы юных друг пограничников, порядка 20, даже более 20 юных друзей пограничников. Мы также предлагаем девушкам к нам устраиваться на контракт. То есть и девушек тоже вы принимаете? Да, но только на военную службу. На военную службу по контракту, в пункты пропуска. Города Ивангорода и Московской порт. Услуга. Ряд вузов своих для поступления в наши институты, юридические службы безопасности. Значит, они находятся, то есть Московский пограничный институт, Голицынский институт, Калининградский пограничный институт, Урганский пограничный институт, Кабаровский институт, Институт береговой отрона. Эти институты, к сожалению, с девушками для поступления не работают. Но есть, вы, наверное, проходили уже, да, 401-й институт ФСБ России. И там, кто пожелал, наверное, взял себе информацию для того, чтобы поступить. По выпуску с этого института воинское звание лейтенант и распределение, уже распределяет государство, какое направление будет находиться в твоей службе. А молодым людям на поступление, на контрактную основу вреды покраничной службы, то есть надо после того, как они отслужат армией. То есть вот этот год, да, тогда мы будем выбирать себе. Девушкам это не надо. То есть они могут после школы, после специализированного вуза, после высшего образования, в конце желают поступать в данный момент. И наши выпускники сегодня имеют одну проблему. Это не найти работу, а ее выносить. Вот сегодня трудоустройство наших ребят очень дороже во всем компетентам сотрудников. Потому что вы знаете, сегодня мощный программ государственных представителей военной русской флоты, судов, подготовленных типов, артических всяких, сооружений и пересек, азаратуры. Значит, сегодня корабльерка из себя представляет достаточно крупный вуз. Бюджетный набор в этом году у нас 1150 мест. Для того, чтобы поступить в корабльерку, надо сдать тренинг, русский математико-хитик. Это технические представители. Наша главная задача – научить строить корабли. Мы единственное в устоянии, которое обладает полным набором технологий к обеспечению. И наша главная задача – научить ребят строить корабли, подводные лодки, ледокомы, судов, ледокомынг, типов, морские нефигазные платформы и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова